Внимание, внимание! Сейчас они появятся, а точнее уже появились это яйца! Сегодня у нас начинается наш яичный сезон и поэтому они у нас являются главным героем. Но для начала, перед тем как мы их будем готовить, давайте же разберемся, какие они вообще бывают, эти яйца. Существует две характеристики. Размер, который на упаковке регламентируется цифрой, и соответственно срок их хранения, который регламентируется буквой. Есть С, столовые яйца, и есть Д, диетические. Диетическими яйца считаются те, возраст которых не превышает более 7 дней. Все остальные же яйца это столовые. И что самое интересное, срок хранения столовых яиц в холодильнике при правильной температуре в районе 3-5 градусов может доходить до 90 суток. И вот здесь уже есть важная характеристика качества этих яиц. Чем старше яйцо, тем больше воздушная подушечка у тупого основания этого яйца. И это именно тот момент, к которому мы можем проверить свежесть этого яйца. Если мы возьмем стаканчик воды, заполним его водой, бросим туда яйцо, и если оно опустилось на дно, значит, воздушная подушка там не самая большая. И яйцо, соответственно, смело тонет. Если же яйцо полежит около 30 дней, то оно будет барахтаться где-то примерно на серединочке. Если же яйцо лежит совсем долго, то воздушная подушка сверху начинает все больше и больше пространства отнимать у внутренности яиц. И, соответственно, оно будет плавать на поверхности. И, кстати говоря, стоит также отметить, если вы когда-нибудь обращали внимание на то, как хранятся яйца в купленной упаковке, то они хранятся острым концом вниз, как раз для того, чтобы воздушная подушка оставалась сверху. Таким образом предотвращается деформация строения внутри яйца. Так а что же там все-таки с размерами? Все просто. Чем больше цифра, тем меньше яйцо. Если цифры нет и есть буковка В, это значит, высшая категория. Это самые крупные яйца. Вот для примера С1. Столовое яйцо первой категории. Вот это для примера С0. Категория нулевая. Это значит уже яйцо само весит внутри около 60 граммов. 60-65. И вот это уже высший сорт. Вот это яичище. Посмотрите, насколько оно больше. Для обобщения используется именно С1, потому что их вес очень удобный. Им 55 граммов, что максимально адаптивно ко всем рецептам, как выпечки, так омлетам, так и вообще любым другим способом их применения. Я думаю, что теперь с яйцами у вас точно никогда не будет проблем. Давайте же что-нибудь наконец из них приготовим. Я предлагаю сделать самое простое, что можно из них приготовить. Это яйцо пашот. Я знаю, что вы знаете уже как минимум тысячи один способ приготовления этих яиц. Как в мешочке, так без мешочка, так с использованием специальных инструментов. Я покажу вам два способа. Один самый классический в воде с добавлением кислоты, а второй низкотемпературный су-вид. Думаете это сложно? Очень просто. По технологии су-вид мы будем готовить яйцо прямо в скорлупе, так как это делают в профессиональных ресторанах, используя специальные термованны, в которых есть очень стабильная температура, выдерживаемая в определенном промежутке времени, чтобы доготовить яйцо по всей его плотности до точного градуса. Для того, чтобы приготовить яйцо су-вид низкотемпературным способом, мы берем простое яйцо, кладем его в чайную чашку и заливаем его закипевшей водой. После этого нам остается накрыть его сверху тарелочкой. Каждый слой яйца, в том числе и желточек, дойдет до нужной температуры в районе 62-59 градусов, так чтобы белок стал плотным, а желточек оставался сырым, потому что желток начинает сворачиваться при температуре 67 градусов, а белочек состоит при более низких температурах. Соответственно, поэтому кипяток остывая будет давать мне правильную консистенцию. В другом случае я приготовлю яйцо пашот именно классическим образом. Как именно? Возьму сотейник закипевшей воды, поставлю его прямо перед собой. И вот какой важный момент. Сразу добавлю сюда немножко уксуса. Что же делает уксусом в воде с яйцом? Дело в том, что вы эту историю уже наверняка не раз услышали и еще услышите много раз в наших обучающих роликах. Кислота влияет на сворачиваемость белка, и поэтому она классическим образом используется для приготовления яйца пашот. Когда мы добавляем немного кислоты в воду и потом туда выбиваем яйцо, соответственно, белок сворачивается лучше и плотнее. Но здесь стоит также сделать маленькую ремарочку. Берем вот такое вот ситечко, берем мисочку. Соответственно, берем такое же, ровно счетом по размеру, такое же яйцо. И что мы делаем? Мы разбиваем его в это сито. И сейчас обращаем внимание на то, что у нас здесь капает жидкий белочек. Соответственно, у яйца есть надскорлупная пленка, подскорлупная пленка, есть белая мембрана, которая нам так не нравится на вареных яйцах, и есть, соответственно, жидкий белочек, который не позволяет яйцу растрястись и превратиться внутри в омлет. Также еще, конечно, желток удерживает две ниточки, но это уже отдельная история. Для того, чтобы приготовить аккуратно яйцо пашот в воде классическим образом, нам нужно избавиться от жидкой части белка. Вода у меня не должна быть слишком сильно кипящей. Я ее снял специально с нагрева, поставил себе сюда на досочку. И теперь, без каких-либо воронок, без каких-либо ложек и приблуд, просто отправляй свое яйцо прямо из ситечка. Можем сейчас зафиксировать результат. Берем, давайте сразу сделаем еще одно яйцо. Давайте сделаем даже побольше яйцо из высшего сорта. Разбиваем его сюда. Избавляем яйцо от жидкого белочка и сразу отправляем его прямо в горячую воду. В этот момент мы видим, что у нас за счет температуры белок сразу же окутывает яйцо и никуда не растекается. Дело в том, что у нас нет того белка, который обычно растекается вокруг яйца пашот, придавая ему странные, скажем так, нитеобразные рельефы. Чем больше яйцо, тем больше времени оно должно провести вот в такой воде при такой температуре. В моем случае яйцо высшей категории будет готовиться до нужной мне консистенции примерно 3 минуты 40 секунд. Яйцо поменьше будет готовиться на 20 секунд меньше. То есть 3,20 соответственно. Главное не доводить воду до кипения, потому что таким образом у нас может нарушиться настроение яйца, ну и соответственно оно просто прикипит к донышку самого сотейника. Поэтому температура воды должна быть в районе 85-90 градусов. То есть даже этой температуре достаточно, чтобы приготовить хороший, я бы даже сказал, идеальный пашот. И на мой взгляд, вот эти два способа гораздо удобнее, чем использование каких-либо гаджетов подобного типа. Дело в том, что вы таким образом точно можете проконтролировать как процесс приготовления, так и форму самого яйца. По прошествии времени мы берем любую ложку с дырками и достаем яйцо пашот на салфеточку. И вот, что мы здесь видим. Мы видим идеально сформированное яйцо пашот. Да, оно жидкое внутри, и это хорошо. А яйцо, которое было меньшего размера, за то же количество времени, понятное дело, у меня перешло. И желточек внутри уже не текучий, но тем не менее мягкий и даже сыроватый немножко. Соответственно, идеальным критерием качества является вот именно такое яичко. После приготовления это яйцо можно либо съесть сразу же, пока оно горячее, либо положить его в холодную воду для того, чтобы зафиксировать его степень при давлении, чтобы желточек оставался внутри все еще жидким. Поскольку я буду его использовать здесь и сейчас, то мне нет необходимости прибегать к его охлаждению. Я пока что приготовлю лучше желточный соус, который называется никак не иначе, а голанес. Это прям классика жанра, но готовить я его буду по так же упрощенному алгоритму. Для этого я возьму сливочное масло, брошаю его в сотейник, ставлю сотейник на прогрев и в этот момент подготавливаю себе желточную основу. А именно, что такое желточная основа? Это, конечно же, желтки. Для этого я беру мытые уже заранее яйца, разбиваю их сюда в мисочку. И это как раз-таки тот самый момент, когда я, пожалуй, вам еще раз напомню, я уверен, что все это знаете, о том, как важно мыть яйца перед их при давлении. Почему? Потому что на скорлупе содержится сальмонелла. Чтобы избежать ее попадания вам в продукт, особенно при разбивании яиц, допустим, в безе или куда-либо еще в продукт, которые не будут подвергаться сильному температурному воздействию, яйца нужно мыть заранее. Но вот какая история. Если вдруг вы помоете яйцо и будете хранить его в холодильнике, то это уменьшит срок его хранения, так как испарение внутренности яиц будет происходить гораздо интенсивнее. Если мы храним яйца, то мы их не моем. Если мы их используем, то помойте их либо с мыльным раствором, либо с каким-либо немножко уксусным, чтобы избавиться от внешних бактерий, покрывающих скорлупу. А я в этот момент, пожалуй, просто возьму желтки и отправлю их сюда в стакан блендера. Белки великолепный расходник на кухне. Из них можно не только сделать массу производных, таких как меренги, белковые крема и прочие все истории, так их еще можно использовать для панировки. И именно так мы их и задействуем в следующем рецепте. Поэтому оставляем их в сторонку. А здесь, тем временем, у меня желточки, куда я добавляю немного цедры лимона, добавляю сюда немножко черного молотого перца, добавляю также сюда немножко сока лимона и добавляю чуть-чуть воды. Если бы мы с вами были во Франции, то я бы в сотейник налил немножко уксуса, добавил туда воды, добавил туда смесь перцев, выпарил бы жидкость двое и добавил бы ее к желткам. И потом, соответственно, желтки начал взбивать на водяной бане, добавляя в них кубиками холодное масло для того, чтобы желток не переварился. Мы идем от обратного. Мы в желтки, смешанные уже с кислотой и пряностями, будем добавлять теплое масло, активно его взбивая. Таким образом мы получим практически майонез. Но еще вкуснее голландский соус получается из вытопленного сливочного масла. Теперь тонкой струйкой вливаем сюда все масло, активно орудуя венчиком. Во-первых, желток у нас активизируется кислотой, его связки становятся более плотными. А во-вторых, за счет горячего масла желток доготавливается до нужной кондиции и сворачивается. Ровно счетом так же, как он сворачивается у нас при приготовлении яйца пашот. У нас получается ровный, глянцевый, текучий соус голландес, который так идеально хорошо подходит к любому яйцу пашот. Главное вливать горячее масло тонкой струйкой и постепенно его вбивать, для того, чтобы у вас консистенция получилась по-настоящему кремовая и гладкая. Добавленная заранее вода не дает желткам перезавариться и превратиться в омлет. Когда все масло мы ввели сюда, еще раз проверяем текстуру. Температура у нас как раз в районе 50 градусов, и это великолепная температура для нашего соуса. Проверим ее сейчас по консистенции. Великолепно. Ложка аккуратно обволакивается соусом, а значит мы сделали все правильно. Теперь давай немножко соли. Теперь мы можем себе сделать фантастический круассан с яйцом пашот и соусом голландес прямо за считанные секунды. При помощи ножа пилы мы разрезаем этот хрустящий нежный круассан. По желанию вы можете подпечь каждый круассан на гриле или немножко в духовочке, но на мой взгляд и так все идеально. Выберите себе самую красивую тарелку, которая у вас есть. Кладем вот сюда круассан. Сюда круассанчик. Дальше сюда кладем яичко одно, а для этого круассана используем наше низкотемпературное яйцо. Достаем его из нашей чашечки и раскалываем его в миску. Главное помнить, что оно более нежное, чем то, которое у нас варилось в сотейнике. Быстрее заливаем его соусом голландес и второе яичко тоже. Сюда можно также использовать на декор немножко зеленого пророщенного лука, уложив его как-нибудь кучерявенько, и капелька черного молотого перца. Эти два способа приготовления яйца пашот дают вам очень деликатный результат, но что если хочется чего-то более хрустящего? Ну и к тому, что он не потеряет свой товарный вид, если будет долго лежать. Готовим яйца по-шотландски. Принципы приготовления яиц актуальны ко всем видам яиц. Будь то гусиное, перепелиное, струсиное или обычное куриное. Главное, на что стоит акцентировать внимание, это на их размер. Именно на размер яиц регламентирует время приготовления. К примеру, это яйцо по-шотландски из куриного яйца. И чтобы его приготовить, нужно потратить примерно 15-20 минут времени. Хоть это и вкусно, классно и максимально интересно выглядит. Я покажу вам то же самое, но с перепелиными яйцами. Для приготовления этого рецепта яйца нужно варить заранее и остудить их в нужный момент времени. Куриное яйцо следует варить 3 с половиной минуты и кинуть его в холодную воду, чтобы оно дальше не продолжало готовиться. А перепелиное яйцо стоит варить буквально полторы минутки и также охладить его, чтобы внутри желточек оставался сырым. С ним мы и будем работать. Но для начала займемся фаршем. У меня здесь фарш из индейки. Я его добавляю в миску. Добавляю сюда рубленый бекон, чтобы было вкуснее. Также сюда у нас отправляется зубчик чеснока и немножко рубленой петрушки. Но можно на самом деле не только петрушку, но и, к примеру, зеленый лук или даже немного укропа. Она нам нужна для цвета фарша. Добавляем его сюда. Для скрепления фарша я также использую наш белок, который у нас остался после приготовления голонеза. И теперь добавляем сюда соль. По классике фарш используется говяжий, но также сдобренный либо панировочным сухарями, либо яйцом для скрепления, либо, соответственно, большим количеством специй и даже немножко водички для того, чтобы он стал более мягким и удобным. Теперь мы перемешиваем всю фаршевую массу до однородной консистенции. Конечно, можно сразу все прокрутить в мясорубке. К примеру, взяли кусочек индейки, немножко бекона, чеснок. Сразу все прокрутили, и у вас уже фарш почти вымешан и готов к тому, чтобы справлять из него яйцо по-шотландски. Для того, чтобы было удобнее работать с фаршем, руки следует смочить водой. Теперь отщипываем небольшой кусочек фарша, разминаем его в виде небольшой лепешечки, кладем сюда яйцо и закутываем его в этот фарш. И у вас получается маленькая ровная тефтелька, фаршированная сырым яйцом. Полусырым, если быть точным. И мы ее сразу кладем в муку и повторяем процедуру со всеми остальными яйцами. После того, как мы сформовали все тефтельки, мы их равномерным слоем покрываем мукой и обтряхиваем излишки при помощи перебрасывания их с одной ладони на другую. Благодаря такой обсыпке к ним проще будет приклеивать саму панировку. Мука нам больше не понадобится. Теперь берем еще один оставшийся белочек. Один мы используем для фарша, второй у нас используется для приклеивания панировки. И здесь как раз таки мы его полностью используем. Взбиваем его немного венчиком для того, чтобы мы нарушили саму структуру белка, чтобы он стал более жидкий. Каждое обваленное в муке яйцо мы бросаем сначала в белочек, потом в панировку, потом снова в белочек, потом снова в панировку. И вот у нас получается такое небольшое яйцо. Повторяем процедуру и ставим сразу на прогрев фритюр. Температура фритюра должна быть в районе 180 градусов. И она как раз таки дошла на нужном кондиции. Я беру корзинку, макаю ее в раскаленное масло, в нее кладу яйцо и опускаю его в раскаленный фритюр. Яйцо по-шотландски из перепелиных яиц готовится гораздо быстрее, чем яйцо по-шотландски из куриных яиц. И буквально занимает это две минутки времени. И фарш, и яйцо, и сама панировка успевает полностью проготовиться. Если вдруг у вас нет термометра под рукой, вы всегда можете использовать деревянные палочки, либо кусочек теста. Если вы бросаете его в сам фритюр, и он начинает шкварчать и пузыриться, значит он прогрет примерно до температуры 170 градусов. Значит можно уже жарить яйца. Последнее яйцо готово. Отправляем его также на салфеточку. А фритюру просто даем остыть на плите, выключенной, и потом его можно использовать еще не один раз. А у нас идеально приготовленное яйцо, полностью готовый фарш и вкусная скорлупа из двойной панировки. Кстати о скорлупе. Вы знали, что цвет у скорлупы куриного яйца зависит исключительно от породы курицы. Но вот желток, его насыщенный цвет, зависит от ее питания. Нет? Теперь знаете. Теперь о яйцах. Вы знаете, если не все, то очень многое. Но в следующем сюжете яиц будет еще больше.